Винберг. Курс высшей алгебры. Абсолютно замечательная книжка. Это современный университетский учебник. На Мехмате сейчас учат по этой книге. Обязательно мы ее с вами будем читать и вам очень советую. Гернет Борисович Винберг умер довольно недавно, в 2020 году. Был совершенно замечательный человек. Я его помню, просто на кафедре алгебры Мехмата он работал. Спокойный, замечательный человек. Это очень хороший учебник. Зайцев. Это просто моя любимая книга. Когда я учился в том, что тогда называлось четвертый класс или около этого, я ее прочитал, понял матанализ, понял, что такое парабола или гипербола. И вам советую, вне зависимости от возраста, это книжка, рассчитанная на студентов с техникумов. То есть на людей, которые пришли учиться после трудового дня, там реально заучники. И тиражи этой книги были многие сотни тысяч экземпляров. Это книга, которую невозможно не понять. Мы обязательно по ней проведем несколько занятий. Обязательно пройдем ее начало, которое посвящено прямым эллипсам, параболам, гиперболам. Потому что, если кто-то из вас школьник или не очень хорошо вообще с математикой, то по этой книге невозможно не научиться. Какой бы вы гуманитарий ни были, но там все понятно. Эта книга, я обязательно потом дам ссылку точную, она великая. Прасолов, это человек, который чаще всего пишет довольно скучные книжки, но очень трудолюбивый. И спасибо ему за то, что он делает. У него много книг. Например, у него недавно вышла замечательная книжка по математическому анализу. И вот эта книга, это одна из его лучших. Он собрал очень много совершенно трудных теорем линейной алгебры, задач. Там огромную часть книги я не знаю. По ней мы обязательно будем отдельно заниматься. В общем, она того достоинна. Мы ее не пройдем целиком. Намного превосходит университетский курс алгебры. С другой стороны, там много очень интересных вещей. Сборник задач по алгебре под редакцией Костритина. Это стандартный мехматский сборник. И не только мехматский. Костритин, кстати, был много лет заведующим кафедрой алгебры, той же самой, на которой работал Винберг. И перед тем, как стандартом стала книжка Винберга, стандартом была книжка Костритина. И я ее очень люблю. Кстати, а до этого стандартом была книжка Курша. И я тоже ее люблю и советую. Почему? Она абсолютно понятная. Так же, как Зайцев, эта книга может быть прочитана почти любым человеком. Она, конечно, труднее, чем Зайцев, но абсолютно разумно дает объяснение системы линейных равнений, алгебра матриц, комплексные числа. Вот самые-самые такие естественные вещи. Так, я еще должен обязательно показать, как выглядит книжка Костритина. Сейчас она издана в трех частях. Раньше она была одним томом. Неважно. Это то, что очень много лет было стандартным учебником тоже мехматового. Сначала Курыш, потом много лет был Костритин, сейчас Винберг. Господа, я очень много сил потратил на то, чтобы выложить всякие видеоуроки. Комплексные числа. Видите, параболы, эллипсы, гиперболы. Огроменный альбом по квадратным уравнениям, арифметикам и решеткам. Линейная алгебра. Альбом не сделан еще. То есть там два десятка видео есть, но нужно гораздо-гораздо больше. С другой стороны, это все сейчас лежит и, пожалуйста, пользуйтесь, пользуйтесь. Переходим к сегодняшней теме. Векторы, сложение векторов, умножение на число, линейное зависимость. Все просто. Мы должны сейчас понять, о чем вообще наша наука. Линейная алгебра. Она о идее линейности. В ней складывают все время, умножают на числа. Ну, вычитать это то же самое, что прибавить умноженное на минус один. И интересуются судьбами векторов и линейной зависимости. Давайте я сразу приведу пример задачи. Решается при помощи идей линейности. Хотя, казалось бы, в ее формулировке ничего нет. Много лет назад, в 1982 году, в Будапеште, на Международной математической олимпиаде, к нам в комнату вошел человек, протянул листочек. На этом листочке было написано А плюс Б меньше или равно единице. И нарисованы равносторонние треугольники. Он не сказал вообще ни слова, потому что то ли он не знал английского, то ли думал, что мы не знаем. А мы тогда и правда практически не знали. Он вообще ничего не знал о нас. Он вот принес листочек, положил и ушел. Ему от нас ничего не надо было. Но этот школьник, я так и не знаю, с какой он был страны, но этот школьник настолько был потрясен этой задачей, что он посчитал нужным ее нам показать. Так вот, как она решается? Как доказать, что сумма меньше или равна единице? Если вы посмотрите на площадь, то здесь будет А квадрат умножить на какой-то там коэффициент, корень 3 делить на 4. Здесь Б квадрат делить на то же самое. И у этого тоже площадь будет такой же. Один в квадрате умножить на корень из 3 делить на 4. И вот эти корни из 3 и из 4 уйдут. Получится, что А квадрат плюс Б квадрат не больше единицы. Но если сумма квадратов не больше единицы, то из этого вовсе не следует, что сумма не больше единицы. Потому что вы просто возьмите в качестве А и Б числа 1 делить на корень из 2. Тогда у них сумма будет 2 делить на корень из 2. А это корень из 2, это больше единицы. А вот оказывается, надо догадаться провести разделяющую прямую. Вот у нас есть два правильных треугольника. Есть два правильных треугольника. Проводим прямую, которая, между прочим, это теорема. То есть в многомерных пространствах ее тоже доказывают. И это в бесконечно мерных пространствах вообще там одна из самых главных теорем функционального анализа. Что если у вас есть два выпуклых, не пересекающихся множества, ну там определенные условия еще, конечно, нужны, то их можно отделить одно от другого. На плоскости это понятно. Ну, для любителей анализа это так делается. Мы берем, говорим, что треугольник компакт, другой треугольник компакт. Значит, когда мы возьмем точку в одном, точку в другом и рассмотрим такую функцию, расстояние между этими точками, то у нее есть минимум. Значит, есть две наиболее близкие точки. Серединный перпендикуляр. Понятно, что не будет пересекать ни одно множество, ни другое. Потому что если бы какая-то точка на нем лежала, то можно было бы чуть-чуть скосить путь, и он бы оказался короче. Да, так вот, разделяющая прямая есть. И что дальше? А дальше уже можно рассмотреть отдельно вот эту фигуру и задать вопрос, какой максимальный правильный треугольник там можно расположить. И отдельно вот эту фигуру, и какой максимальный треугольник там можно расположить. Ну и дальше оказывается, вот здесь вот легко понять, есть такое понятие ширина фигуры. Это наименьшая полоса, в которую можно фигуру эту поместить. Оказывается, что мы у правильного треугольника можем найти ширину. Вот у такой вот А, Д, Е, Б тоже можно найти ширину. Поэтому здесь написать эти неравенства, и все получится. Ну, дальше, конечно, можно развивать, там, посмотреть квадраты, и так далее, и так далее. Вот это типичный пример идеи линейности. Когда вы для того, чтобы решить задачу, применяете идеи, вот это называется идея линейной алгоритм. Есть, конечно, и гораздо более прямые применения идеи линейности. А именно, так называемые, афинные задачи. Типичный пример афинной задачи. Дан треугольник АВС. Представьте себе, что БЕ – это одна третья от отрезка ЕС. То есть БЕ – это четвертая часть отрезка ВС. Ф – середина отрезка АС. И нужно узнать, в каком отношении точка пересечения вот этих вот отрезков бьет. Ну, то есть узнать, ЖД разделить на ДС чему равно, вот это чему равно, это чему равно. Почему эту задачу называют афинной? Потому что если вы будете перемещать вот эту вот точку, да и точки Б и С тоже будете перемещать эти, то на самом деле отношения отрезков не будут меняться. Почему? А потому что есть параллельная проекция. Вы можете представить себе, что эти точки приклеены напрямую, а дальше делать то, что называется параллельная проекция. И вот этими параллельными проекциями тоже занимается линейная алгебра. Замечательно. Я на всякий случай, давайте вам скажу решение этой задачи, которая на первый взгляд выглядит не как факт из линейной алгебры. Решение такое, вот если мы знаем, что Б и Е в три раза меньше, а знаем, что вот эти равны, то тогда надо сюда поместить грузик массой 3 килограмма, сюда грузик 1 килограмм, сюда 1 килограмм. И после этого посмотреть, где центр тяжести. Вот окажется, что центр тяжести обязательно здесь, а из этого уже все легко получится. Например, как считать, сколько будет БД разделить на ДФ? Очень просто. Если здесь 1 и здесь 1, то мы стягиваем вот сюда, здесь будет 2, а здесь у нас было 3. Значит, 3 умножить на БД равно 2 умножить на ДФ. Прекрасно. Теперь точно так же вот здесь. 1 плюс 3 это 4, а здесь у нас была масса 1. Соответственно, вот этот вот отрезок в 4 раза отличается от этого. Кстати, давайте проверим. Это здесь легко сделать. Измерение расстояния и измерение расстояния. Так, ну вообще видно, что в 4 раза. Для тех, кто уж совсем ни во что не верит, давайте я разделю. Получилось 4. Да, получилось 4. Так вот, на первый взгляд я говорил о каких-то массах. На самом деле, это в точности векторы. Это теорема отделения отрезка в каком-то там отношении и так далее. Ну ладно, с рекламой давайте остановимся. Возьмем теперь, пойдем по одной из книжек. Итак, начинаем. Эрнест Борисович Винберг. Курс алгебры. Книжка совершенно замечательная. Совершенно замечательная. Смотрите, глава 1. Алгебраические структуры. Группы, кольца, поля, поле, комплекс, лучи. Вот это нам нужно быть обязательно. И об этом сегодня несколько слов я скажу. Кольца вычетов, векторное пространство, алгебры, алгебра матриц, начало ледяный алгебр. Очень спокойно, четко все написано. И, собственно, давайте, давайте, наверное, уже пару слов и скажем. Что такое кольца вычетов и что такое поле комплексных чисел. Кольца вычетов это очень просто. Это по модуям. То есть вы, скажем, берете целые числа и говорите, что будем смотреть на четные числа и на нечетные. А никак подробнее смотреть не будем. Вот это называется кольцо вычетов по модулю 2. Ну, понятно, сумма четных чисел четная, сумма четного и нечетного нечетная, сумма двух нечетных нечетная. Вот прекрасно, получили по модулю 2. Не обязательно брать по модулю 2. Можно брать по какому-нибудь другому модулю, скажем, по модулю 5. Смотрим остатки отделения на 5. Ну, разумеется, это все надо подробнее изучать и осмысливать, потому что, например, очень важно, что когда вы берете эти самые остатки, очень важно, чтобы вы помнили, что иногда бывает такая штучка. Произведение двух не нулей это 0. Скажем, если вы берете по модулю 4, то 2х2 это будет 0, потому что 4 по модулю 4 это 0. Или берете по модулю 6, тогда 2х3 это будет 0. Вот, так что все не так просто. И прямой, на самом деле, выход от колец вычетов это к так называемым конечным полям. И, соответственно, векторные пространства чаще всего бывают над рациональными числами, над вещественными числами, над комплексными и над конечными полями. Давайте я сразу сейчас объясню, почему крайне интересно смотреть векторные пространства не только над вещественными числами. У меня есть для этого целая книжка. Я ее в высшей степени рекомендую всем почитать. Аршинов и Садовский «Коды и математика. Рассказы о кодировании». Она предназначена, опять-таки, для школьников. Она очень простая, но в высшей степени содержательная и замечательная. Тут объяснена такая идея, как линейная алгебра применяется для того, чтобы получать коды, исправляющие ошибки. В конце там есть рассказы о сравнениях, о конечных полях и так далее. Поэтому это такой несложный, но очень полезный способ легко познакомиться с началом линейной алгебры. Ну тут сначала вообще всякие спартанцы, золотой жук, то есть древние вещи, когда там никаких компьютеров не было. Ведь всерьез вся эта наука стала интересна, когда появились компьютеры, которые могут преобразовывать большое количество нулей и единиц в другие. Потому что пока это было вручную, конечно, все было непросто. Так вот, здесь объясняются сначала про такие вот совсем простенькие вещи про кодирование. Дальше внимание. В некоторый момент тут, вот это все еще пока идет про кодирование без линейной алгебры, а в некоторый момент возникает код Хемминга. Это совершенно потрясающая идея, когда вы берете слова из нулей и единиц и берете их не в случайные наборы нулей и единиц, а так, чтобы у вас сумма двух слов, вот параграф код Хемминга, сумма двух слов тоже была бы словом. Так, для этого уже пора вводить понятие вектор и понятие умножения вектора на число. Над полем из двух элементов, собственно, чисел всего два, это 0 и 1. Умножать на 0, это значит превращать все в 0. Умножать на единицу, это значит оставлять объект на месте. Что такое векторное пространство? Оно состоит из векторов, любые два из которых можно сложить, и при этом это должна быть обязательно группа по сложению. А еще там действует умножение на число. Сейчас покажу. Вот сначала объясняют вообще, что такое в принципе умножение. Тут из двух элементов получается новый. Это понятно. Так, это я пропущу. А вот теперь объясняют, что такое Абелева группа. Абелева группа – это множество, в котором для любых двух элементов есть некоторые из того же самого множества, называемые суммы. Причем А плюс Б – это Б плюс А, А плюс Б плюс С – это А плюс Б плюс С, А плюс 0 – это А. Ну, соответственно, 0 плюс А тоже будет А. И теория групп кажется наивным. А между тем очень интересные вещи. И вообще в начале 19 века было понято, что вроде бы из этих простеньких аксиом при продумывании, и, ну, естественно, при добавлении еще чего-то интересного, очень много всего-всего-всего следует. Так вот, Абелева группа. Любое векторное пространство – это Абелева группа по сложению. Но дальше тут говорят, что Абелева группа иногда бывает и по умножению. И типичный пример – это множество ненулевых вещественных чисел. Вот, понимаете, здесь невозможно писать нуль, поэтому из вещественных чисел нужно обязательно выбросить нуль, если вы хотите его рассматривать как Абелеву группу по умножению. Но сейчас нас это не волнует. Сейчас важно, что вот есть аддитивная Абелева группа. Что такое векторное пространство? Это когда для любого элемента и для любого числа у вас есть произведение этого числа на этот элемент. Обратите, пожалуйста, внимание, что такое число. Оно в каждой задаче линейной алгебры свое. То есть отдельно имеются векторные пространства над полем рациональных чисел. Отдельно векторное пространство над полем вещественных чисел. Итак, подгруппы – это важная вещь. Вы иногда, скажем, у вас в трехмерном пространстве есть двумерное подпространство. Так вот, иногда это конечное поле. Это тоже очень интересная вещь. Поле из двух элементов в теории кодирования – одно из самых-самых важных вещей. Теперь, в чем отличие кольца от поля? Во-первых, в некоторых кольцах там вообще разрешено, что А умножить на Б не равно Б умножить на А. Так что бывают даже такие некоммутативные кольца. Нас сейчас это не очень интересует. Хотя в какой-то момент будут интересовать, когда будут так называемые квадранионы. Это совершенно замечательный объект, который включает в себя комплексные числа. Но при этом там произведение А на Б не равно произведению Б на А. Так вот, что такое кольцо? Множество, в котором есть сумма. И это абелева группа относительно этой самой операции. А еще в этом множестве есть умножение. И для умножения есть дистрибутивность. Ну, дальше естественным образом доказывают, что вот, ну, точнее доказывают, что мгновенно следует из аксиома и подразумевается этими аксиомами, что умножаешь на ноль, сразу получаешь ноль, знак минус выносится. Это такие абсолютно естественные вещи. Да, вот. Коммутативные кольца, это если А, Б равно Б, А для любых двух элементов. Ассоциативное кольцо, ну, я думаю, что у нас не ассоциативных кольцов просто не будет. Если А, Б на С равняется А на Б, С. Хотя нет, математики, конечно, их рассматривают и там всякие бывают конструкции, но это крайне мало для нас интересно. А вот некоммутативные, повторяю, возникнет, это, так называемое, тело квадронионов. Единицы, это понятно. Не у всех есть, не у всех колец есть единица. Типичный пример кольца без единицы. Берем все четные целые числа. Понятно, что сумма четных чисел четная, произведение четного на четное четное, так что это кольцо. А вот единицы там нет. Хорошо, хорошо. Вот вам. Z, это множество всех целых чисел. Q, множество всех рациональных, то есть дроби, типа 17, 14, вот, R, это множество вещественных чисел. Вещественные числа, это то, что является пополнением рациональных чисел, то есть плюс-минус, сколько-то целых, запятая, сколько-то десятых, сотых, тысяч, и так далее, и так до бесконечности. Вот вам пример. Четные числа, это коммутативное ассоциативное кольцо без единицы. И вот это типичный пример бесконечно мерного пространства. То есть, когда у вас вот эти были объекты, было более-менее понятно, что это такое. А это вот множество всех вообще функций, определенных, ну, например, на отрезке. И поточечно, вот если у вас есть одна функция, есть другая функция, то в каждой точке области определения умножаем. Это чудовищное совершенно множество. И на первый взгляд вообще непонятно, зачем такие штуки нужны. Оказывается, однако, что когда учишься на Мехвате, в какой-то момент появляется преобразование Фурье. А до этого возникает еще что-то. И эти бесконечно мерные пространства в какой-то момент становятся естественными, полезными, нужными и так далее. Но на начальном этапе это, конечно, не более, чем просто так вот слова. Хорошо. Теперь множество векторов с операциями сложения и векторного умножения. Нет уж, что. В этом месте мы на чуть-чуть отвлечемся. И лучше поговорим не о такой сложной вещи, как векторное умножение. А лучше поговорим о скалярном произведении. Дело в том, что если у вас есть такая штука, как треугольник, то у треугольника, понятное дело, есть три стороны теоремы косинусов. Квадрат стороны. Это АВ в квадрате. Плюс АС в квадрате. Минус удвоенное произведение. Теорема косинусов. Разумеется, из школы ее все знают. Все замечательно. Но давайте поймем, на чем она основана. Ребята, мне здесь тяжело ставить стрелочку, поэтому я, давайте, буду писать так. Имеется в виду, вот это вектор ВС. Он равен, на самом деле, вот чему. Он равен вектору ВА плюс вектор АС. И если это возвести в квадрат, взяв скалярное произведение, то вы вдруг обнаружите, что вот этот квадрат, это квадрат вот этой штуки, это в квадрате, это АВ в квадрате, вот это в квадрате, это АС в квадрате. А здесь, из-за того, что здесь стоит ВА, возникнет вот этот самый минус. Дело в том, что вектор ВА, это же то же самое, что минус вектор АВ. Вот. Теорема косинусов получается, если вы примените скалярное произведение. Так, теперь вопрос. А что такое скалярное произведение? Вот, если у нас есть произвольный вектор АВ, и вы хотите его скалярно умножить, давайте я буду писать тот же самый знак умножения, но имеете в виду, что это не числовое умножение, а вот именно скалярное, на АС. Что это такое? Геометрическое определение состоит в том, что нужно взять длину, умножить на длину и умножить на косинус угла. Давайте я так напишу. А есть алгебраическое определение. Это что такое? Это сумма произведений координат. Имеется в виду следующее. Имеется в виду следующее. Абсциссу одного вектора надо умножить на абсциссу другого. Ординату первого на ординату второго. Аппликату первого на аппликату второго. И так далее, и так далее, и так далее. Так вот, ребята, это, конечно, многие знают из школы и так далее. Но замечательным образом это во всей этой науке в высшей степени важно. То есть есть вот эта вот вещь из геометрии, вот эта из алгебры, и эти два понятия оказались равны. И вот этот рассказ о свойствах этой самой белинейной формы, и вообще о том, что такое белинейная форма, это очень важный сюжет во всей линейной алгебре и аналитической геометрии. Дальше. Что еще в этой науке есть из того, что обязательно надо знать? В этой науке есть понятие перпендикулярности. Ну, собственно, в геометрии есть понятие перпендикулярности, в обычной школьной. И понятие привести векторы к базису, в котором векторы перпендикулярны друг к дружке. То, что называется процесс ортогонализации. Тут я должен рассказать анекдоты. Много лет назад мой сын в МЦНМО, тогда он учился в восьмом классе, проходил курс линейной алгебры у Панова. Между прочим, этот курс выложен, так что, кому интересно, можете порешать те задачи и посмотреть те лекции на сайте cme.ru, там в независимом университете легко это все найти. Так вот, задачи, которые давал преподаватель, там было и довольно много, несколько десятков, он все решил при помощи этого самого метода ортогонализации. Кончилось это, правда, плохо, потому что преподаватель послушал первую, послушал вторую, третью, четвертую, и в какой-то момент спросил, а что, вы собираетесь все задачи решать при помощи ортогонализации? Да, ответил тогдашний восьмиклассник. Они все, я их все решил, вот у меня в тетрадке все написано. Нет, я не буду слушать, у меня курс был не только про ортогонализацию, я на самом деле вообще математик, я много чего знаю. Ну, господа, во-первых, он действительно математик, он действительно много чего знает. Но, вообще-то, курс был только про ортогонализацию, потому что все задачи удалось при помощи нее решить. И, вообще-то, ничего стыдного в этом нет. Он совершенно зря тогда, так сказать, возмутился, потому что, вы понимаете, ничего страшного нет в том, что задачи решаются в линейной алгебре очень мало разных методов. Очень мало. То есть, если понять идею линейности, то тогда все остальное делается. И, вот, если вы научились эту самую ортогонализацию проводить, то в огромном количестве случаев вам этого хватит. Но, с другой стороны, надо много-много-много этим заниматься. Я, конечно, сейчас не буду себе это доказывать. Потом как-нибудь про это я скажу пару слов. Векторное произведение – это еще чуть-чуть сложнее. Это, может быть, слышали, физика такая вещь, правила муравчика, правила левой руки, правила правой руки. Но это опять мы с вами этим займемся потом всерьез. Сейчас все-таки хочу потратить несколько минут на то, что называется комплексное число. Общее рассуждение – это, конечно, замечательно. Но лучше, если мы… Вот 22-я страница. Если мы сегодня хотя бы сформулируем, чтобы потом не бояться таких слов, да, как комплексное число. В огромном количестве учебников рассказано, что такое комплексное число. И Винберг самым незамысловатым образом это рассказывает. На самом деле есть другой способ. Геометрическое введение понятия комплексное число. Но давайте сначала сделаем вот так, а потом я пару слов скажу о том, как это можно делать геометрическим образом. Поехали. У нас есть вещественные числа. Это самое обычное. Вот там 1, 2, 3, 25 девятых, не знаю, там, π плюс 69 и так далее, и так далее. И мы хотим добавить такое хитрое число, квадрат которого равен минус единиц. наряду с элементом и поликомплексного числа. Должно содержать такие элементы. Вернее, не то, что должно, а мы его строим. Мы хотим, вот это пока что, мы пытаемся, да. То есть комплексное число – это вот такая запись. Вещественное число плюс какое-то другое вещество, не обязательно, может быть, такое же, умножить на некоторый символ. Хотим, чтобы оно было коммутативно. Здесь должно быть вот так. В общем, это немножко философствует. Деление выглядит вот таким образом. Прекрасно. Прекрасно. Потому что если вы хотите, чтобы при умножении у нас… Ну, смотрите. А плюс Би умножить на А минус Би – это А квадрат плюс Б квадрат. Соответственно, единица, деленная на А плюс Би, вычисляется вот по такой форме. Замечательно. Дальше начинается некоторый ужас, который я не собираюсь проверять. Объясняю почему. Потому что, чтобы проверить, что можно складывать, что можно умножать, и выполненные аксиомы, нужны вот такие вычисления. И, разумеется, Винберг знал, как без них обойтись. Винберг был совершенно замечательный профессиональный математик и так далее. Но вот он думал, что для вчерашних школьников, которые только-только там поступили в университет, проще вот так вот заставить их поработать, проверить, чем давать что-то такое. Так вот, вот они, комплексные числа. И в квадрате равно минус единице. Построенное поле за вот полем комплексных чисел. Все прекрасно. Это, знаете, алгебраическая форма. Число А – это вещественная часть, число Б – это мнимая часть. Комплексные числа, не являющиеся вещественными, называются невещественными. Числа вида БИ называются чисто мнимые. Это все замечательно. И вот это очень важная вещь. У поле комплексных чисел есть автоморфизм. То есть вы можете сделать симметрию относительно оси абсцисс. Вещественные числа – это те, которые при этой симметрии придут в себя. Вот так вот изображается вектор. Комплексное число. Вот у него есть абсцисс, у него есть ордината. Замечательно. Вот это расстояние до начала координат называется абсолютная величина, или модуль комплексного числа. И чем она замечательна? Тем, что когда вы умножаете комплексное число на сопряженное, А плюс БИ на А минус БИ, то вы получаете квадрат. А квадрат этой штуки называется норма комплексного числа. Аргумент – это вот этот вот угол. Заметьте, пожалуйста, аргумент определен с точностью до 360 градусов. Соответственно, верны вот эти вот формулы. Называется тригонометрическая форма комплексного числа. И, между прочим, из этого легко получаются любимые формулы из тригонометрии. Косинус суммы, косинус разности, синус суммы, синус разности. Принцип такой. При умножении комплексных чисел модули перемножаются, аргументы складываются. Почему способ, которым здесь вот написал это Винберг, является реально плохим? А потому что это кажется некоторым чудом. То есть, вот мы ввели, значит, эти штуки, и у нас почему-то получились вот эти формулы. И вот из тригонометрии так удивительно сложилось что? То есть, есть ощущение, что могло и не получиться. На самом деле, не могло. На самом деле, если чуть-чуть по-другому вводить комплексные числа, тогда, наоборот, все это будет естественно. Но, с другой стороны, давайте все-таки дойдем до конца этого параграфа, потому что все-таки здесь написано правда. Итак, когда делим, то аргументы вычитаются, модули делятся. Вот это называется формула Муавра. То есть, когда много раз написали одно и то же комплексное число, то аргумент много раз к себе прибавился, а модуль возвелся в степень. Корней n-ной степени много. То есть, скажем, из любого ненулевого числа извлекается пятью способами корень пятой степени. Извлекается двумя способами квадратный корень. То есть, скажем, в смысле комплексных чисел, когда вы решаете уравнение z квадрат равно 2, ну, собственно, и в вещественных числах так же, то у вас два решения. Корень из двух и минус корень из двух. Вот так вот выписывается корень n-ной степени. Все замечательно, да? Так вот. А теперь вопрос. Как можно было это рассказать по-другому? Ответ. Надо было начать вот с этого. Давайте начнем не с декартовых координат. Вот когда у нас есть такие оси, это называется декартовые координаты. А с полярных. То есть, каждое число мы определим, как вектор, который направлен под каким-то углом, и у него есть модуль. Теперь вопрос. А как понять, как их складывать? Очень просто. Как вектор. По правилу параллелограмма. Если у нас есть один, есть другой, то рисуете параллелограмм и складываете. Понятие сложения понятно. Как их умножать? Тоже понятно. Нужно сложить аргументы и перемножить модуль. Так, давайте думать. А где загвоздка? Почему он должен был здесь вот считать, 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 мучиться, а у нас вроде бы вообще все бесплатно получилось. Ну, скажем так, что такое единица делить на число? Совершенно понятно. Нужно заменить расстояние. Вместо R написать 1RT, так называемая инверсия, да? А вместо F взять минус F. То есть отложить вот сюда, отрезав длины 1RT. Это переход к обратному числу. Что такое взять число с минусом? Противоположное число. Это надо вот отложить вектор сюда. Все понятно. То же самое прибавить 180 градусов к аргументу. Так вот, господа, в каком месте возникает проблема и в каком месте все-таки надо доказывать? А очень просто. Там была дистрибутивность. Помните? Когда умножаем число на сумму двух других, то при этом... Скобки можно раскрывать. X умножить на Y плюс Z это XY плюс XZ. Вот оказывается, что это все-таки надо здесь будет доказывать. Но очень легко. Ну, смотрите, если у нас есть Y плюс Z, это сумма двух каких-то векторов, то мы можем нарисовать соответствующую программу. И подумать, во что они переходят при умножении на X. Ну, у X есть какой-то аргумент, у него есть какой-то модуль. Умножение на комплексное число, все другие комплексные числа, поворачивает на угол F, потому что мы же говорили, аргументы складываются. А модули умножают на R. Поэтому, вот у вас здесь были два вектора Y и Z, и у них был параллелограмм. И по диагонали Y плюс Z было. Когда вы умножите это на X, каждый из них повернется на угол F. Его длина изменится в R раз. Ну, а когда вы параллелограмм повернули и растянули, то он остался параллелограммом. И значит, вектор Y плюс Z тоже самое повернется на тот же самый угол и растянется. В этом единственном месте вам нужно доказывать то, что при поворотной гомотетии параллелограмм переходит в параллелограмм. И все. Но согласитесь, что это намного легче, чем вот эти вот рассуждения. Но с другой стороны, если первый раз вы с этим сталкиваетесь, то лучше и эти рассуждения тоже все проверить, потому что вы почувствуете, что у вас все будет хорошо. Так, это мы разобрались с тем, что такое комплексное число. Теперь нужно все-таки сказать несколько слов о том, что такое конечное поле не из двух элементов. Хотя бы какой-нибудь пример. Это совершенно замечательная конструкция. То есть, понимаете, поле, скажем, по модулю 5, по модулю 7, это сами можете легко проверить, что там действительно можно складывать и делить можно будет и так далее. А вот давайте я быстренько объясню, что вот есть такая замечательная штука, поле из четырех элементов. Какие там элементы бывают? Ноль, бывает один. Так, давайте я их все выпишу вот так вот, чтобы было видно, сколько их. Четыре элемента. Ноль, один, а, а плюс один. Четыре элемента. Ноль, один, а, а плюс один. Вопрос, как их складывать? Это очень просто. Ноль плюс один, один. Ноль плюс а это а. Ноль плюс а плюс один, это а плюс один. Один плюс а это а плюс один. Один плюс а плюс один, это а. То есть, смотрите, это так называемое поле характеристики 2. Сумма любого элемента с ним, скажем, а и а плюс 1, когда складываешь, получается просто 1. Как их умножать? Ну, 0 на что хочешь умножай, получается 0. 1 на что хочешь умножай, получается тот элемент, на который умножали. Как умножить а на а плюс 1? Как умножить а на а плюс 1? Ну, давайте подумаем. Давайте подумаем, чему бы разумно положить этот элемент рав. Это не нули, поэтому лучше, если это не будет нуль. Может ли это равняться а? Тогда, сократив на а, получили бы, что а плюс 1 это единица, значит а это нуль. Нехорошо. Может ли это равняться а плюс 1? Ну, то же самое, сократили, получили бы, что а равно единице. Значит, это произведение не хочет равняться ни а, ни а плюс 1, ни нулю. Значит, желательно, чтобы это была единица. И вот оказывается, с такой операцией умножения и с, я уже объяснил, какой, операцией сложения, это действительно поле. Вот среди видео, которые я вам там рекомендовал, есть просто, где выписаны все эти. Кстати, там и для 8 элементов, и для 9. Я вообще человек старательный. Там для огромного количества конечных полей просто выписаны все таблицы с объяснением, почему вот именно так, без всякой общей теории. Просто для того, чтобы к этому привыкнуть. Что такое линейная зависимость? Последнее слово, которое я должен сказать сегодня. Мы говорим, что векторы линейно зависимы, если существует набор коэффициентов, не все из которых нули, такие, что если умножить первый вектор на первый из этих коэффициентов, второй на второй и так далее, n на n, сумма будет равна нулю. Типичный пример линейной зависимости. Какой-то вектор плюс второй, плюс третий в сумме равны нулю. Ну и так далее. Так вот, про это будет вся следующая лекция. Что такое зависимое, что такое независимое, что такое базис, и так далее, и так далее, и так далее. Так, господа, теперь у нас есть, собственно, я все, что хотел, сказал сегодня. Здравствуйте. Да, я все-таки хотела бы, чтобы вы еще раз объяснили, почему у нас так вышло, когда мы вот рассматривали поле, что а умножить на а плюс один равно единице. Я как-то, вы вроде как объяснили, но я не поняла. Отлично. Это принцип Шайлока Холмса. Перебираем все возможные варианты, кого сюда можно поставить. Еще раз. Может ли а на а плюс один быть нулем, если это поле? Нет, не может, потому что в поле произведение не нулей это не ноль. А а и а плюс один это не ноль. Может ли это равняться а? Нет, не может, потому что если это равнялось бы а, то мы на а бы сократили и получили, что а плюс один это один. А значит а это нуль, а а и нуль это разные элементы. Может ли это равняться а плюс один? Тоже не может. Тогда на а плюс один бы сократили и получили, что а равно единице. Но мы уже перебрали А, получается, что осталось единичка Да, да Теперь я поняла, спасибо большое Очень хорошо Скажите, пожалуйста, вот вы ввели скалярное произведение Оно же не входит ни в определение Ни группы, ни поля, ни кольца, ничего Откуда оно взялось? Во-первых, я его не ввел Это была, так сказать, реклама Потому что на самом деле, конечно, вводить надо его по-человечески У нас здесь все предусмотрено и так далее А возникло оно вот откуда У нас будет вот просто отдельная тема Скалярное векторное произведение Потом у нас будет вот эта штучка Белинейная симметрическая форма Вот, понимаете, скалярное произведение Это очень частный случай Этой самой белинейной симметрической формы Ну, вернее, что здесь частное Чаще всего другого и не нужно Разумеется, мы все это будем в высшей степени подробно объяснять Потому что огромная часть всей этой науки Это вот эта самая ортогонализация А это и есть скалярное произведение Идеи линейной алгебры Все на свете линейно Вы понимаете, это когда говорить вот так вот Просто на уровне лозунгов Это бессодержательная вещь Вот, скажем, есть такая идея комплексификации Надо везде применять комплексные числа Или идея антисимметрических многочленов Надо везде искать такие элементы Что А умножить на Б равно минус Б умножить на Понимаете, пока вы не решаете конкретные задачи С использованием этого Это болтовня А идею линейной алгебры вы поймете Когда в первую очередь узнаете, что такое размерность пространства Что такое линейное отображение И научитесь при помощи этого решать какие-то конкретные задачи Вот, между прочим, есть великий принцип На любой лекции решать хотя бы одну конкретную задачу Сегодня она была решена Как и на всех моих лекциях всегда Этой конкретной задачей была вот эта На самом деле больше я вам ничего не рассказал Все остальное это были определения Что вот у нас там поле и так далее Конкретное математическое достижение сегодняшней лекции Это вот это На самом деле линейная алгебра дает огромное количество Разных результатов И поинтереснее, чем эта задача Можно ли посчитать произведение двух элементов Да, пожалуйста, скажите, каких Только 4 в квадрате это 16 Понимаете, конечное поле из 16 элементов А, кстати, по-моему, я даже об этом Да, я даже об этом побеспокоился Вот вам есть лекция, в которой 16 элементов Дальше, чем 25 я не пошел А вот 16 я отработал Поэтому вот, пожалуйста, посмотрите это видео И про 16 элементов там рассказано Чему равно А плюс А плюс 1? Единица А плюс А это 0 Мы же договорились В поле характеристики 2 Любой элемент в сумме с собой дает 0 Так, не надо бояться сегодняшней Сегодня было произнесено куча разных-разных слов Не обязательно их все было понимать То есть это была такая скорее реклама И мы, конечно, будем спокойно это все делать А можно еще раз разницу между полем и кольцом? В поле можно делить Вот рациональные числа, там, где дроби Там делить можно На не 0, конечно А в кольце целых чисел нельзя Вот если у вас только целые числа То вы не можете сказать 3 вторых Понятно? Или скажем, если у вас остатки от деления на 6 Там вообще непонятно, что такое делить на 3 Там это вообще даже невозможно определить Вот Поле – это коммутативное кольцо В котором есть единица И в котором для любого х существует такое у Что х умножить на у равно единице Ну и, соответственно, можно делить То есть если есть у вас одна х То и любое число тоже на х можно поделить Просто умножить на одну х Говорят пространство над полем Это просто так по-русски принято говорить? Или в этом есть какой-то математический смысл? Огромный смысл Огромный смысл Смысл в том, что когда у вас есть векторное пространство То вы там умножаете на числа Но вопрос на какие числа Вот скажем, если у вас есть обычная Из школьной геометрии плоскость То там вектор можно умножить на вещественное число А вот что такое умножить его на комплексное число? Не очень понятно Но на самом деле, как раз в случае плоскости Даже можно объяснить, что такое умножить на комплексное число? Это значит, что надо умножить Ну, длину увеличить в r раз И еще повернуть на угол х Так называемая поворотная гомотетия А вот скажем, если у вас будет в пространстве трехмерном То уже непонятно, что такое умножить на комплексное число То есть векторное пространство определяется вместе с тем На какие числа можно умножать Вот когда у вас есть вот этот самый код Хеминга То там вообще можно умножать только на 0 и на 1 И можно складывать эти самые А никаких вещественных чисел там нет Это называется векторное пространство над полем из двух элементов Так что в данном случае даже не очень понятно Вообще, зачем нам это самое поле А на самом деле вот зачем Потому что бывают коды над Не обязательно полем из двух элементов А скажем, из четырех элементов И так далее То есть там эта наука все-таки имеет какой-то смысл Но именно теория конечных полей Но совершенно понятно, что если у вас есть векторное пространство Скажем, над полем вычетов по модуле 2 То есть там, где можно умножить на 0 и 1 и больше ни на что То на вещественное число там просто бессмысленно умножать Когда у вас есть вот эти наборы из нулей и единиц Непонятно, что такое умножить их на 4,5 Умножение на вещественное число вот этот набор не позволяет Поэтому, когда вы говорите